На ПК вышел очередной порт ранее эксклюзивной игры для PS5 – Ratchet & Clank Rift Apart. Им занималась команда разработчиков из Nixos. Эти ребята, например, выпустили очень неплохие порты для Человека-паука Remastered и Malza Moralza. Что касается Ratchet, то нам обещали очень много технических нововведений, среди которых имеется трассировка теней, ускоренная загрузка при помощи RTX AO, а также игра при всем при этом должна спокойно работать на HDD, то есть на жестком диске. В сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на состояние этого порта на средней конфигурации, проведем тесты производительности на ПК и PS5, сравним графику с PS5 версией игры и ради интереса протестируем проект на жестком диске. И если вам нравится подобный контент, то буду рад каждому лайку для продвижения этого видеоролика, а также подписки на канал, так как это мотивирует снимать больше подобного контента. А теперь можно начинать. Перед тестами на ПК давайте вспомним, как игра работала на PS5, которая вышла 2 года назад. Всего было 3 режима графики. Первый – качество. Игра работает в динамических 4К при 30 кадров в секунду, со включенной трассировкой лучей, которая применима только к отражениям. Второй режим – производительность. Игра все так же работает в динамических 4К, но уже при 60 кадров в секунду. Трассировка лучей отсутствует вообще. И наконец третий, наиболее привлекательный режим графики – производительность RT. Игра работает в динамических 1440p, опускаясь иногда минимум до Full HD и достигает 60 кадров в секунду при включенной трассировке лучей. Режимы производительности с RT, чтобы удерживать стабильные 60 фпс, в некоторых моментах пришлось идти на компромиссы, например убрав высокую плотность толпы в тех сценах, где присутствует довольно много НПС, как на этом примере. Возможно есть еще какие-то мелкие изменения, которые были внесены для оптимизации, но я их особо не заметил. Также чуть позже в игру была добавлена поддержка 120 Гц, которая открывала режим с неограниченной частотой кадров, а также режим с 40 фпс. Эти режимы, к сожалению, я не смогу лично протестировать, ввиду отсутствия поддержки 120 Гц на карте захвата. Касаемо производительности, то все режимы на PS5 работают без каких-либо особых проблем. Режим качество держит очень стабильные 30 кадров в секунду в самом геймплее. Хотя в кат-сценах при переключении между кадрами иногда могут возникать некоторые просадки, которые, впрочем, не сильно заметны глазу и по итогу, если не смотреть на график фреймтайма, все выглядит очень плавно. Режим производительности работает при стабильных 60 фпс во время геймплея. В кат-сценах или между какими-нибудь переходами также присутствуют небольшие просадки. Режим производительности со включенной трассировкой лучей также работает без каких-либо нареканий, судя по моим тестам. Четвертый и пятый режим с повышенной частотой кадров также работают вполне неплохо. У меня мало информации насчет них и самолично не тестировал. Но судя по тестам в интернете режим с 40 фпс выглядит и идет просто отлично. И сильно от режима качества не отстает. А режим с разблокированной частотой кадров подходит исключительно для владельцев VRR дисплея, ведь фреймрейт там находится в районе 100, иногда опускаясь ниже и выше. В итоге производительность на PS5 очень достойная, при всем при этом в игре присутствуют по сути аж пять режимов графики, каждый из которых играется и смотрится очень отлично. Так что же в итоге на ПК? Сразу скажу, что тестировать игру я буду на своем ноутбуке, который по производительности не сильно уступает PS5. Если углубиться чуть подробнее, то у меня ноутбучная видеокарта RTX 3070, которая в некоторых играх может превосходить по производительности PS5, особенно если иметь в виду проекты, на которых упор идет больше на видеокарту. Говоря о процессоре, то на моем ноутбуке установлен Ryzen 5 5600H, который по моему мнению уже уступает процессорам, установленных на консолях актуального поколения. Имея все это в виду, я ожидаю, что производительность в речете на этом ноутбуке будет ничуть не хуже, чем у PS5, а в некоторых моментах даже может и выше, особенно с учетом апскейлеров. Тем не менее, сильно углубляться в сравнение PS5 версии моего ноутбука я не буду, так как мы в целом будем рассматривать само качество оптимизации этого порта, а также поговорим о сравнении графики между ультра настройками и версией для консоли. Начнем пожалуй как раз со сравнения графики. Я выкрутил все ползунки на максимум, а разрешение поставил на 1080, чтобы в сравнении с PS5 версии не было большой разницы в плане разрешения. И все это было сделано потому, что моя карта захвата поддерживает запись изображения только Full HD, а значит какой режим графики я бы не выбрал на PS5, изображение по сути будет одинаково не очень четким. Поэтому большая просьба не рассматривать пиксели и само качество картинки, а именно обращать внимание на какие-либо графические отличия вроде более лучших теней, трассировки лучей и т.д. Надеюсь здесь мы все прояснили. Теперь поехали. Итак, практически самая начальная сцена, ультра настройки. Слева ПК версия, справа PS5. С первых секунд сложно уловить какие-либо изменения, однако после выхода в открытое пространство становится видно, что на ПК используется трассировка теней, делая их более размытыми в зависимости от расстояния. Какие-либо другие сильные отличия в глаза пока что не бросаются. Отдельно хочется поговорить про эти новые RT тени, в большинстве сцен они выглядят неплохо и вполне корректно, но есть некоторые моменты в которых эти тени только портят картинку, например трава. Стандартные тени все же выглядят намного лучше, чем какие-то непонятные квадраты на ПК версии со включенной трассировкой. Тем не менее это больше похоже на баг, поэтому не стоит удивляться, если через какое-то время его исправят, но на текущий момент я бы воздержался от включения трассировки теней. Из багов еще можно было бы выделить низкое качество текстуры на ПК версии, которые по какой-то причине не загружаются полностью. Но я проверил это у себя и у меня было все норм. Возможно это зависит от видеокарты, но меня это не коснулось, поэтому не могу точно сказать насколько эта проблема распространена. Теперь переходим к оптимизации на ПК. Помните, что я говорил, что ожидал, что мой ноутбук будет точно не хуже, чем PS5 версия. Забудьте, просто забудьте. Если поставить 1080p при DLSS баланс, выставить настройки на ультра и включить только трассировку отражений, то фреймрейт в моем случае будет просто ужасен. Далее я чисто ради эксперимента попробовал выкрутить все на максимум и как-то чересчур сильно производительность не ухудшилась, но играть при таких настройках я бы точно не стал. Если же отключить трассировку лучей полностью и поставить настройки на высокие, то и в этом случае мне не удалось добиться 60 фпс, и это при разрешении 1080 и включенном в DLSS. И только снизив все настройки на низкий, мне удалось получить уже более-менее приемлемые 60 кадров, которые все равно иногда могут опускаться ниже. Что ж, я конечно ожидал намного лучшего результата, но имеем что имеем. В моем случае производительность очень печальная, и достигнуть 60 фпс можно только выставив все настройки на минимум. Если у вас тоже средний пк, то напишите в комментариях как именно идет у вас данная игра, будет интересно прочитать. Говоря о скорости загрузок, то в моем случае PS5 загрузилась на пару секунд быстрее. Мой накопитель по скорости все же уступает тому, который установлен на PS5, поэтому возможно у кого-то загрузки будут чуть быстрее. Бонусом я решил поставить игру на HDD и протестировать ее там. И каково было мое удивление, что в сравнении с SSD все очень плохо. Лучше посмотрите сами. Да, загрузки из главного меню прям не очень долгие, но сегменты с телепортацией в другие миры иногда выглядят прям ну очень нелепо. Игра действительно делалась под SSD, и на жестком диске ей делать нечего. Также Digital Foundry протестировали игру на HDD аналогичному тому, который стоит на PS4. И здесь без комментариев. Каким же в итоге получился ПК-порт? Честно говоря, все очень спорно. С одной стороны здесь есть некоторые визуальные отличия, которые преображают картинку в лучшую сторону. С другой стороны, по большей части все эти визуальные фишки сломаны или некорректно работают. У кого-то текстуры не подгружаются полностью, где-то тени сломаны, а в некоторых местах трассировка лучей показывает результаты хуже, чем на PS5. Плюс оптимизация на среднем железе тоже оставляет желать лучшего, ведь стабильных 60 фп здесь не так просто добиться. Конечно, этот порт намного лучше, чем выход The Last of Us на ПК, однако впечатления все равно подпортили мелкие баги и недоработки. Если вам понравился данный разбор, то буду рад вашему лайку, а также будет здорово, если вы подпишитесь на канал, тем самым поддержав мое творчество. Всем пока!